Так, ну что, я тогда... Всё, больше никого тут не будет, да? Я тогда готов, так как вы почитали, послушать и поотмечать себе, и потом как-то ответить, может быть, на какие-то более глубинные вопросы. Значит, по письменному тексту. Какие идут первые замечания? Почему книга гораздо лучше, чем доклад? Это вот такое вот бывает на самом деле. Почему? Потому что доклад – это как бы самостоятельный жанр, в нём очень важно сдавать метод движения. Сдаёшь метод движения, он проходит. У Сергея это сегодня не получилось, потому что получился как бы пересказ книги и разных удивительных фактов, между собой мало связанные. Идея выглядит такая, которая за ними стоит, не видна. И в книге она, по большому счёту, тоже она не видна, но книга это дело прощает. Она прощает отсутствие общего метода движения, но его же нет в книге. Ага, вот я вот это отмечу. А ты мог бы мне конкретизировать вот это вот, как бы ты… Метод движения – это некая какая-то главная мысль, метод, который текст через неё разворачивается. То есть не чувствуется? Нет, этого нету даже. Вы знаете, как это называется? Да, да. Это должна быть проблема, которая на этом этапе освещается сразу. Это не чувствуется. Мы понимаем с самого начала, что Россия отстаёт, да. Мы понимаем, что у нас есть некая сетевая структура, так сказать. Мы всё это дело понимаем, и что? А дальше всё это дело как бы так обрастает дополнительными фактами, таблицами. С одной стороны, в книге как раз это интересно, потому что я, например, много о себе это узнавал. Ну вот, например, по 500 компьютеров. В общем, ситуацию я знал и ещё. Что я ещё хочу заметить? Мне всё-таки представляется, что понятие сетевая элита – это некое противоречие определению. Потому что либо у нас система эрфическая, тогда у нас есть элита по преднению. Наверху элита, внизу все остальные. Либо сама сеть – это и есть элита. Ну, я думаю, что от Александра Брат продаёт тем, которые внимания на себе удерживают больше. Действительно, есть топ-блогеров ЖЖ, у которых по тысяче, по десять тысяч друзей, по десять-двадцать тысяч заходов в день и так далее. Это вот такая штука есть. Но, тем не менее, хотелось бы отметить, что увлекаться здесь всевозможными техническими привамбасами не стоит. Потому что можно уподобиться русским футуристам, на которых писал Мандрештам, что Хлебников с компанией до сих пор остались дикарями. Их у них всё ещё удивляет автомобиль и радио. Здесь точно такая же ситуация. Очень важно не оказаться на ситуации дикаря, которого до сих пор удивляет айфон, летающий дрон и ещё чего-нибудь. Такая-такая эта штука. Что же реально, на мой взгляд, по сущности там произошло? По сущности произошло следующее, что была революция далеко от интернета, шестьдесят восьмой год. Эта революция была во Франции и у нас она была в Чехии, пражская весна так называемая. И она сводилась к одному очень простому. Впервые появились массы, которые сами не претендовали, чтобы повезти собственных лидеров во власть. Вот всегда, у нас обычная традиционная революция, она состоит, что одна группировка борется с другой. Одна побеждает, сама становится властью элиты, то элиту скидывает. Здесь революция была принципиально другого типа. Это революция, в которой, скорее, она была требованием к власти превратиться в некую сервисную функцию при них. Но люди автоматически не стали элитой. Сам не претендовал ни на какие должности в новом правительстве. Ни на президентские, ни на какие-то. Это вдохновители Сабоны, единственный человек, который... Ну, интеллектуальной элитой он стал. Ну, в каком-то смысле. Ну, в каком смысле он стал интеллектуальной элитой? Ну, то есть он немножко стал влиять на умы и людей, и фраз, и всего мира, я сказал. Он не стал, он не стал, он уже влиял. Он уже влиял. Ну, пускай влиял, но тем не менее. Он не стал. Сути, 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 вот она вот эта, это вот она. Мы фиксируем этот факт. Вот на сегодняшний Майдан, на украинский, тоже можно уже в первую очередь утверждать, что никакая оппозиция в парламенте или что-то не выражает их интересы, и они к ней относятся абсолютно индиферентно. Это какая-то другая ситуация. Почему я это говорю? Я говорю к тому самой ситуации, что сам понимание элиты, оно требует своего пересмотра. Понятно, что такое была элита в первобытном обществе, ну, не в первобытном, скажем, в первобытном обществе. Это был человек, который был великолепно вооружен, у него был, например, меч, и на этом основании он имел мощный механизм усилия, заставляющий всех подчинять своего горе. Что такое автриализованную эпоху? Тем, что теперь есть кнопка, первая, вторая, третья. Все слушают, а ты смотришь. Интернет изменил эту ситуацию только тем способом, что в интернете такая среда, в которой нет писателя, ой, нет читателя, а есть только писателя. У нас вот все писатели, нет читателей. Никто ничего не читает. Да, никто ничего не читает, но все пишут что-то. Это вот очень такая забавная ситуация. И она полностью изменила по отношению к речи. Если в обычной ситуации речь была всегда связана с властью, власть у нас всегда задавала, в первую очередь, дискурс подчиненным. Вот она, некую систему понятий, понятийную сетку, на которой мы языкеты разговаривали. И это можно у Сергея Сергеевна посмотреть в этом докладе, что в настоящий момент с интернетом это не так. То есть то, что считает себя властью, очень часто не могут задать для тебя дискурс. Но чем здесь консервативнее и невозможно Александр Бак? Потому что он, например, говорит, что другие люди, другие центры, так называемые нетократиа, задают дискурс. То есть задают язык общения. И это тоже не совсем травм. Определенный стол, но всего лишь абсортизируем. Как раз смысл интернетовской и сетевой деятельности состоит, что нет такой среды. Вот нет такой среды. Более того, оказывается, что у нас неожиданно мы выясняем тот забавный эффект, что сетевые сообщества выступают в качестве живых. Она поглощает, она развивается, она живет по собственному закону. Эти законы примитивны. Проблема одна из интернет-среды, она оказывается в том, что она во многом не уменьшает издержки, а их увеличивает. Еще не было отражено нисколько. Все говорилось было пафосно. А ты имеешь в виду в каком смысле? В том, что ты, например, в этой среде у тебя очень сильно возникает информационная издержка. Дублирование, мусор, ты что-то размещаешь большое количество лишних постов, интернет-дебил, конденсация, то, что я называю. Она по какому принципу устроена, по технологическому? Потому что умный, совершенный человек чего-то такого сказал одно простое, и его пост никому не нужен, он исчез. А двум дуракам всегда есть о чем поговорить. И вот, называется, и несколько дураков, они имеют свойство конденсироваться. В конце концов, у тебя все, что возникает. Ты, чтобы продать твой товар, тебе приходится продеваться через такой шум. Продать хорошее, скажем, медицинское открытие, ты пробираешь сквозь колокол шарлатанов. Раньше, яфтическая система их давила. Есть, конечно. А такая система нет. И они начинают выступать как квази-живые существа. И вот агрессия с этими, борьба с этими квази-живыми существами, с такими, они всегда существовали. Но она, на мой взгляд, чрезвычайно интересна. И как с этими, по сути, паразитарными структурами работать, не очень понятно. Ну, создавать. Теперь будет ли, вообще-то, господствовать и властвовать именно такие паразитарные структуры? Похоже, что будут. Надо с ними как-то бороться. То есть не будет разумности просто. Да, она по своей сложности, эта структура, она сравнима с амёвой. Она жрёт, размножается, снова жрёт и снова размножается. Больше она ничего не делает. Это вот такая вещь. Стоимость среднего поста, не стоимость, а качество общения в фейсбуке, оно очень низкое. Ну, никто ж, да, естественно. Чрезвычайно, но оно же чрезвычайно низкое. И это вот эта ситуация. И мы видим, что в этой ситуации, что элиты как таковой нет, а вместо неё занимают такие квазиразумные существа, на мой взгляд. И очень интересно, что эта технологическая элита, в первую очередь, американская, типа Джоффса, или там Молоска, или кого-нибудь там ещё каких-то из них, людей, которые занимаются развитием, смешивается с обычной, с понятием элита. Она действительно существует. Вот такая, такая, эта штука. Вот такая технологическая. Но она не сетевая элита по своему смыслу, как ни странно. Хоть они сделали всё это дело в сети, но для чего сделают. Не, надо просто различать действительно идеи, которые реально воплощаются в жизни в этих продуктах каких-то технологических, и идеи, которые являются пустыми. Они точно так же заполняют пространство, они точно так же приобретают сторонников, но они на самом деле плодят пузыри вот этой иллюзии. И в каком-то смысле, как бы, да, вот может говорить о том, что многие религии являются такими пустыми пузырями, да, они заполняют человеческую пустоту, но на самом деле ничего, вот, на порядке, не выдают. Ну вот, к сожалению, когда говорят о технологическом кластере, всегда вот этот пример же есть, подравляются Анатолию Чубайсу, своего воспоря и Кремьера. Ну да, да, да. Давайте мы купим в Швейцарии где-либо еще технологию, мы ее сделаем, она уже устарела за этот момент. Вот, и никак этот вопрос не решить, я не знаю, что здесь делать, потому что, как только возникает, потому что технологическом кассе всегда вот на эти грабли настолько хорошо. Я допускаю, что, опять-таки, когда начнется массовая, да, то есть, все-таки, тут первый вопрос, что, ну вот, Чубайс, да, он, видимо, увеличил свое положение и не копнул глубже, да, посчитал, что, как бы, достаточно так. Второе, даже в рамках вот этих вот технологий, что тут обозначено, да, на пике восхождения, они там указывают, что до плато доходит только 5%. Поэтому я допускаю, что если начнется, ну, условно, массовый, да, какой-то засев, они будут еще обезьяничать друг с друга, что некоторые все-таки возьмут какие-то реальные технологии. И второе, даже если это будет провал на уровне Чубайса, на мой взгляд, это некий опыт, который позволит им чему-то научиться, да, и, по крайней мере, хоть, ну, фигней заниматься. Ну, не знаю, не знаю. Понимаешь, они даже, как бы, пытаясь создать это, все равно подтягивают специалистов, подтягивают структуру, да, перестают, условно, ходить в лампасах и, как этот наш, Дуркады Кадыров, да, вот, всем раздавать там по тысяче долларов направо-налево, берутся за какое-то более серьезное дело. И оно опосредованно, оно все равно будет иметь плюс. Понимаешь, вот, поэтому, вот в этом ключе, вот, я говорю, какие-то вещи бы провальные, непровальные там, то есть, ну, условно, разделить, конечно, там была страшилка и метод, как от нее избежать. Да, еще вот хочется заметить, что является самой главной опасностью для России в данный момент. Для него является не как раз технологическим где-то, хотя, превосходство Запада, а для него является одно и очень простое правильное. У нас же достаточно умные где-то, они сейчас становятся достаточно эффективно управляют. Управляют эффективно тем способом, что они контролируют все деньги, которые есть там. Ну, и идеи контролируют, и желания контролируют. Это как следствие, это как следствие. Ну, я захочу вякнуть что-нибудь еще, перейти в оппозицию. Если я буду хоть сколько-то влядели, они меня купят за сумму, которая для них ничтожен, ничтожен, или которая для меня будет обязанности. Но второй момент, все-таки, то есть, то, что там показано, и в чем уже я, как бы, глубоко убежден, что есть выход из этого тупика, да, то есть, ну, вот, через создание, там, и сетевых структур, и, как бы, даже, ну, бизнеса с элементами сетевых структур, который трансграничен, да, то есть, вот, пример тех же этих вот танков, как бы, очень показательный, на мой взгляд, то есть, находясь из тоталитарной Беларуси, люди создали бизнес с выручкой 375 миллионов, миллионов, нифигово. Да, для меня это новость, я знал, что небольшая выручка. Ну, интернет, просто зайди надо. Я знал, что у нас столько. Это, мир танков, мир танков. Ну, игрушка компьютера белорусская. Да, мир танков. С 375 миллионов в год доходов. Толларом? Да. Вот. А, Дима играет. Дима играет. Ну, он, наверное, говорит, похоже на Рядок. Значит, нет, я хочу сказать, что для них является проблемой в этой ситуации. Для них, безусловно, проблемой являются только сетевые деньги. Потому что сейчас они управляют тем, что контролируют сетевые страны. Ну, да, а сетевые имеют. Эмиссионным центром. А если как только появится эффективный сетевый день, не биткоин, который для начала, самое, а что-либо еще какие-то. Ну, скажем, у вас будет 100 валют в стране ходить, и ты не можешь с ними управлять. Это будут игровые деньги, скажем. Ну, да. Уже мира танков. Да. То вот это будет для них являться самой большой вызовной опасностью. И вот тогда он действительно может проснуться богатым и уважаемым человеком, а на следующий день вернуться и проснуться никем. Потому что те деньги, которые он считал за валюту и держал где-то там на счетах, перестали что-то строить. Биткоин там во сколько раз вырос? 10 тысяч. В 10 раз? Подожди. В 10 тысяч раз. В 10 тысяч раз. Это, наверное, создание за год в 10 раз. В том, что эквивалент, грубо говоря, труда, он может не зависеть от человека. Да. И от государства и так далее. Государство прежде всего. Поэтому, как бы вот сделать, как вот с этим бороться, им совершенно непонятно. Но с другой стороны, очень понятно, как можно бороться с другими вещами. Вот, например, я активно борюсь с этим государством Израилем. Очень эффективно. Да? Каким образом это делается? Лежа на диване, заходя в интернет. Да, лежа на диване, заходя в интернет. Я просто пытаюсь объяснить ашкенази, что они вообще не принадлежат к еврейскому атмосферу. А являются самостоятельным этим. В общем, по сути, с ними поступили очень жестко и не порядочные. Их обманули. Заставили отбросить свой язык, одеяльник немецкого языка. Переселиться в них куда-то там в пустыню. И Коэна, и все остальные евреи почему-то получают репарации за уничтожение евреев в ашкеназии. Получают они. Такое очень странно. Почему, например, не славяне, которые в ашкеназии гораздо ближе и уничтожали их на территории России? Получаешь, наверное, по полной агрессивную реакцию. Получаю, да. Я получаю самое главное от дураков русских больше всего. Я получаю, говорят, что этот жид это такое делает. Это как русский выхрешил написать. Я просто беру факты и снимаю. Но я тоже поработал в этом направлении. Я как бы представляю, что… Да. Я пытаюсь этим сделать. Поэтому у тебя есть некоторый сетевой миф. Действительно, это правильно, что Израиль, короче, сетевое государство у него. И с ним, вот я лежа на диване, там, попиваю чаю, что-либо еще, я пытаюсь сделать. Имея перед собой только одно единственное, как бы, ресурс – это ресурс истины. У меня ресурс истины, у них ресурс на жизнь. У них плывешь, там еще много у меня таких вещей. И вот с этим можно вот так попытаться работать. Почему занимаюсь этим я? Вот так. В один. Ага. Не ты один. Ну, еще несколько человек. Почему это не может быть факта? Это же… Израиль – это великолепный, подопытный кролик. Господь нам дал его в качестве опыта. Вот можно его, как некую сетевую структуру попытаться разрушить. Это же задача. Ну, это такая задача не слабая. Ну, не слабая, но зато технологическая задача. Мне кажется, его лучше скопировать. Ты же… Это-то да. Это… Ты же тоже говоришь, что, чтобы над чем-то заниматься, надо начать чем-то заниматься. Угу. То есть для того, чтобы развивать технологии, надо летать в космос. Или что-либо еще. Для того, чтобы ты работаешь вот этими квази-живыми организмами, вот у тебя есть квази-живые организмы, давайте попытаемся его репидировать. Угу. Замечательная цель. Очень… Мы получим кучу… Мы вернем высококвалифицированных врачей ашкенази, получивших к себе сюда на родину, скажем, хотя бы в неком проценте, от этого будем иметь собственный донус. Ну, вот такая вот вещь. Из других проектов какое дело. Я еще какой-то проект осуществлял такой же. Ну, успешно. Забыл уже. Забыл уже. Забыл уже. Давайте сначала уничтожим. Ну, когда мы будем крутить? Для того, чтобы… Хорошо. Ты мне вот что скажи. В рамках вот озвученной мною истины… Я тебе больше скажу, что у тебя чрезвычайно замечательная талантливая книжка. Угу. Я повторяю еще раз. Что бы добавить? Да ничего не надо, блять. Я так вот издаю и все. Там хороший стиль. Я такую литературу встречал. Вот она лучше всех. Подобного вот. Просто реально. Она лучше всех. Вот в этом смысле. Она… Ясно, что она несколько популярная. Ну, конечно. И всякие вот такие. Но она… Вот реально в церкви этой литературы лучше всех. То есть я действительно… Я ее, блин… Я ее начал читать, потом лег спать. Вижу, что-то не могу заснуть. Потому что я проснулся и дочитал ее до конца. У меня полное ощущение опять того, что какая-то здесь есть идея, около которой я вот так ходил, что я заснуть-то не мог. И ее не ухватил. Вот если у тебя в течение двух недель еще что-то придется, ты мне на ящик или позвони, или напиши, то есть я еще будет в течение двух недель возможность мне там… Да-да-да. То есть реально очень талантливая книжка ведь. В чем дело? Чтобы на твой доклад сегодняшний сказать, да как нельзя. Ты взял сначала кусками вот пересказывать… Но я потом, знаешь, может еще… Я могу потом повториться, когда она уже закончится. Потому что нет метода движения. В книжке нет метода движения. Так это может быть плюс для книжки, на самом деле. В книжке может быть и плюс, да. А для доклада это минус. Да, потому что в книжке, если заранее понятно, о чем идет речь, то у нас просто неинтересно. Пожалуй, интриги. А интриги создаются как раз… Нет, интриги там что-то там… Бац, бац, бац… Как бы детектив. Непонятно, как бы, к чему придет… Ну там, где детектив было, то что ты заглядил в УГР, там было написано, что это стратегия, там, индиционное развитие Кавказа. Сразу же стало интересно, что это возможно. Частный случай Кавказа. Заходишь туда, а там один абзац и все. Больше ничего. Да, я вот думаю, да, я может переназову, а может и хорошо так. А вот вы ссылались, сказали, что американский доклад до 2030 года, это что, он толстый вообще какой-то? Ну там, по-моему, под 300 страниц что-то такое. Может 150, я уже не помню, я прочитал вот этих докладов. Я помню название, а количество страниц не помню. Я понимаю, какой доклад. Толстый, однозначно толстый. Так, а это, в смысле, они с какой целью разрабатывали? Это для правительства делается доклад с целью принятия стратегических решений. Вот, только если у нас, может быть, делается они там, не все публикуются, это как бы, ну вот они публикованы. Они тоже, я думаю, там какие-то не опубликованные есть. Ну, здорово, да, да. То есть, какая-то организация, да, вот там? Да, по закону, да. Ну, у нас вот есть, там, Россия-2300, да, там, что-то, 2030. Вот, у них там целый, ну, они же глобальная страна, однозначно. Они про весь мир, как бы, с учетом позиции. Так, хорошо, Володя, что ты скажешь? У меня несколько, там, другой, с точки зрения, как это называется. Если кто-то посмотреть, просто с точки зрения, в принципе, что такое США в данном моменте, к чему они стремятся и связь сети, элиты и государства как такового. Ну, сейчас я знаю, что, я тут тоже не включил, то есть, моё, как бы, я когда думал об этом, что такое США, там, по-моему, есть кусочек об этом, я уже сам забыл, я просто какие-то включал, потом вычеркивал, то есть, я, может быть, вставил, может быть, уже вычеркнул. То есть, США, это, как бы, три разных силы воспринимать, а мы их все как одно, а не три разных силы. То есть, это элита США как, ну, государственная элита, то есть, это вояки, это бизнесмены старой закалки, там, какие-нибудь Рокфеллеры, там всякая стерилитейная промышленность, это, соответственно, взращенные уже сетевые структуры, собственно, американцев, да, ну, вот, там, не знаю, Билл Гейтс, допустим. То есть, они вроде как бы Америка, но они уже в другом тысячелетии живут. И третье, это то, что в Америке просто живет, использует ее как территорию, принадлежит к сетевой элите мировой, ну, не знаю, Сорос, да, он хоть и паразит, но, в целом, он вполне соответствует, как бы, всем параметрам. Вот эти вот три силы, мы все их воспринимаем, как Америка. На самом деле, они в разных движениях, и национальная элита Америки, я думаю, что вот классическая, она, как сказать, вымирает, а остается просто хорошо охраняемая территория. В американцах по-прежнему это вот уже мировая элита, которая ее взяла в качестве, ну, плацдарма, просто поддерживает патриотизм с тем, чтобы, ну, как бы, хорошо границы защищали, их не тронули. Вот так, но это не про нее, там, по-моему, если есть пример, то, в целом, это просто как демонстрационный пример, чтобы, ну, что на них, как бы, не вешали всех собак, да, то есть, они, в моем понимании, ни в чем не виноваты, да, в каких-то там, ни в нашем разрушении, ни в чем, то есть, все идет своим чередом, они живут за себя. Если у кого-то проблемы... Виновности не понимают, они развиваются. Да, они развиваются, как, знаешь, трактор есть, если он там червя переехал какого-то, ну, блин, ну что, ну, переехал и переехал, да, это у червя проблемы же у трактора. Ну, абсолютно, развиваются они в каком направлении, то есть, с одной стороны, они, ведь, по большому счету, территории не захватывают, и государство, они не уничтожают. Да, они мозги захватывают. Они управляют, то есть, методы управления разные, силовые, сетевые и так далее. Соответственно, то устройство мира, к которому идет Америка, это, по сути дела, наличие тех же государств, тех же границ, но эти границы и так далее, они только физически. Действительно, люди живут у себя там территорией, занимаются определенным видом деятельности, я так понимаю, что по всему миру будет просто разграничено, кто чем занимается. В силу каких-то определенных, там, тех же территориальных, там, не знаю, ресурсных и так далее. То есть, если у нас есть нефть, то зачем нам растить пшеницу? Мы так и будем эту нефть добывать. Мы будем сидеть, то есть, мы будем рабочими, которые будут у них добывать, там, качественно, там, на высоком уровне и так далее. Будет у нас государство, там, с границей какой-то, может быть, там, с границей, какие-то формальные границы, там, не важно. То есть, будет некая физическая структура. Но управляться она будет, управляться она будет, действительно, так сказать, элитой. То есть, самой сетевой. Которая будет находиться, в смысле, везде. И контролировать будет уже мир не как государство, а как части некой единой экономики. Ну, да, примерно так. И будут ставиться некие глобальные задачи, я так понимаю, которые будут связаны уже не с планетой Земля, как, так сказать, а, действительно, с освоением космоса. С освоением уже чего-то такого, что один человек, одно государство уже не способно будет в принципе сделать. Ну, это немножко гипотетически. Я вот уж в это не хотел заглядывать, потому что, ну, просто не задача была заглядывать туда, я для себя могу заглядывать. А вот для себя ставил задачу... Булат, ты помни, как бы, тот кусок не должен попасть. Для себя ставил задачу, ну, вот, чтобы в момент, еще раз, вот, перехода, как бы, разрушения границ, отмирания государства, как маршрамной функцией, да, чтобы вот наше сообщество, ну, просто не оказалось аутсайдерами, да. Чтобы, все-таки, борьба идет не за кусок хлеба, да, который у всех есть. Ну, при этом, оно будет в том случае, если у нас, кругу говоря, та элита, так называемая элита, которая сейчас существует, она примет условия, условия американцев. А нет! Если она не примет эти условия, она будет отторнута и уничтожена. Она, как бы, нет, она, да, она вообще ничего не решает. Сейчас она пытается, что называется, используя какие-то патриотические чувства, какие-то национальные, так сказать, людей, отсталость нашу, не знаю, там, эти самые христианские какие-то ценности, пытается оттяпать себе, так сказать, какие-то права и возможности, но при этом не собирается состыковываться с развитой частью. Вот смотри, вопрос в том, что, как бы, нет американской элиты, да, то есть Америка в этом положении, она... Да, не нет американской элиты. Да, мировая. Америка просто более ценный кусок. Более ценный кусок. Она, ну, как бы, она инициатор, она на передовых рубежах. Да, она продолжает вот эту вот трансляцию американского какого-то импульса, который был дальше. Я проблему вижу в том, что, ну, вот, как бы, глобальная элита, она, условно, вот, когда сформирована, да, допустим, там, на 60% из американцев, там, допустим, на 10% из англичан, там, сейчас арабы, индусы будут, остальные 40% наберут, и китайцы. И эти люди какое-то еще время, ну, условно, 30 лет, да, они будут помнить свою эту страну происхождения, этничность какую-то. И в результате народы, которые там живут, им будет, ну, условно, перепадать. То есть китаец, который уже стал полубиоробот какой-то, он по-прежнему будет помнить, что он все-таки в Китае его мозг родился. А проблема будет именно в этих людях, да, то есть им будут давать возможность каких-то творческих задач или просто скажут, как вот с Ираком, ой, у вас есть нефть. То есть там вот демократизация замечательная, да, 100 тысяч человек погибло, да, у вас будет демократия, все, да, вот 100 тысяч человек. То есть это вот, не это ли вообще просто потрясающе ужасная цена за вот этот вот процесс изменения строя? Это как бы просто характерирует как бы общее отношение вообще там ко всему. А какие 100 тысяч, понимаете? Ну, как минимум, иракцев. В смысле, когда США нафали на Ирак? И после, и во время, да, их же за людей-то не считали. То есть вот не хочется оказаться в ситуации, когда за тебя вот так решают проблемы. То есть если бы условно в группе планировавшей вот это находились иракцы, ну грубо говоря международные силы, да, генералы иракцы, они бы сказали жестко, нет, ребята, мы будем решать проблемы, но не так. Да? То есть вот задача какая. В целом всегда исчезнуть отсюда всегда можно. Но вот мной движет некая солидарность с отечественниками. Двигало при написании, да. То есть вот задача была, чтобы и выдвинуть людей, которые бы принимали в этом коллективе решения и таким, по крайней мере, не допустили бы принятие такого рода решения. Да, это хорошо. Люди, пускай, это хорошо, когда люди будут, люди, представляющие некую нацию, в данном случае россиян, были бы представлены в элите. Но отделять эту нацию от остальных наций, это как раз и есть торможение, то есть есть уничтожение. То есть если они будут отделять нацию от нации... Они всяко будут. Вот какое-то время... А, да вот, послушай, там, значит, как бы задача была еще, что они входят в элиту с учетом того, что есть кластер вот этот, да. То есть они завязаны на... Я, может быть, вот что, как бы, кажется, малый акцент поставил. Не столько на промышленность, сколько... Ну вот как в Apple я привел структуру, да. То есть сетевая структура Apple, вот что является главным фондом карпании. То есть сам Apple плюс пользователи по всему миру, вот это вот ядро инженеров и креативщиков, которые создают продукт, они являются ценностью Apple. А сами станки, которые там в Китае где-то, то есть их можно снести, по новой закупить и все будет. И вот создание вот этого ядра, к которому привязана элита, позволяет им не отрываться и при этом поддерживать это ядро. Я понимаю, но я привел, что для России, скажем, если мы хотим войти в элиту и так далее, нам как раз, наоборот, нельзя позиционировать себя как мы россияне, и мы от вас отличаемся. Если мы хотим двигаться дальше и, так сказать, что называется, объединять человечество, то неважно, китайец, я не привлекаюсь. Человек. Да, да, но, понимаешь, сейчас... Мы люди, мы имеем такие же права, имеем такие же возможности. Соответственно, наше участие в общем мировом тренде, в общем мировом развитии, оно должно быть таким же, как и у американцев. Да. Сейчас, Володя, у меня сейчас вопрос к тебе. У меня разговоры в начале века, когда в Рождественнии вы сидели. Ну, типа, да. Хотя они все человечество существуют. Сейчас, Володя, у меня вопрос к тебе. Вот эта вот идея, которую я проговорил о ценности создания ядра, за которой поддержалась элита, и которая как бы была их главным активом, оно в книжке прослеживается? Ну, в книжке у тебя есть... Или надо их больше оценить? Я не согласен с тем, что Россия должна каким-то образом выделяться как нация. А тут, нет, там вопрос... Как россияне, как что-то самобытное. Мы не являемся не самобытным. Ну, там, по-моему, по самобытности такой удар вообще сплошной наносится. Развитие наше... А что смысл тогда советует вообще? И смотри, там как бы смысл еще... То есть, прохождение элита должно быть равноправным с точки зрения человека, а не с точки зрения России, а не Россия? Да. С точки зрения христианства... Сейчас про самобытность. Понимаешь, процессы эти не так быстро меняются. То есть, там, с одной стороны, я писал против самобытности. Сам я понимаю, что... Конфликт. То есть, вот как... Ну, условно, нас перестраивают под что-то. Да, это внутренний конфликт. Это огромный стресс, там, для оставшихся 140 миллионов. Или мы становимся инициаторами какого-то процесса. И тогда этот конфликт отсутствует. А он переносится, условно, у других. То есть, всяко хочется... Как бы это... Это будет еще до какого-то момента, пока вот это как по этому самому... По Куртсвеллу не произойдет... Ну, изменения просто... Лучшая война на чужой территории. Ну, вот это вот стрессовая, да. То есть, война стресса и ломкость стереотипов. Лучше ее перенести, чем испытывать на себе. Да. Кстати, я вот хотел тоже там свое слово вставить. Меня вот это прикалывает, что вы все почему-то постоянно говорите об этом. Постоянно... Постоянно говорите о контролировании. Остально хорошо, если этот процесс, на самом деле, только тогда, как показывает практика, является живым, если его неконтролируем. Он неконтролируемый для Америки. То есть, мы в такой ситуации... То есть, они изначально... Ну, вот чем они все молятся на своих отцов-основателей. То есть, они запустили тот процесс, который, в принципе, сам себя контролирует. По развитию, по привлечению блага в Америку, по технологическому и социальному развитию. Нет, я-то имел в виду что? Я имел в виду что? Что такое контроль, на самом деле? Напряжение в состоянии. Нет, дело не в этом. Дело состоит в том, что всякий раз контроль у нас перерастает в то, что какая-то там группа людей пытается какие-то потоки под себя нападать. Да, да, да. Но это неизбежно. Да. Контроль состоит в том, что они хотят обогатиться, получить какие-то больше преимуществ по отношению к другим и прочее. Так вот, мне кажется, что если вы говорите о сетевых структурах, то как раз такой группы быть не может. Невозможно, на самом деле, получить полный контроль и все потоки под себя, подстроить под себя. Почему? Потому что, если мы говорим о горизонтальной структуре, то, на самом деле, таких сеток, во-первых, будет много. Они будут друг с другом соперничать. И вообще, почему, на самом деле, всегда в нашем государстве ведется речь о том, что существует, помимо органов управления, всегда существуют силовые органы, которые держат границы, которые подавляют всякую роль. Преступность, восстание и прочее. Потому что вся потока в роду иерархическая структура, как бы она ни хотела, она всегда держится на силе. Если не будет силы, то просто ее сметут. И если революция в том и состоит, что какая-то другая структура опирается в силу и сметает предыдущую. И сама становится элитой и всех подавляет. Так вот, если мы говорим о горизонтальной структуре элите, ей не надо, на самом деле, подавлять никого силой. На самом деле, здесь возникает вот та вот прекрасная, во многом даже идеализированная ситуация конкуренции. Где, на самом деле, выигрывает тот, кто просто оказывается более жизнеспособен. Конечно. Это именно чистая конкуренция, без всякого рода насилия. Потому что она как показывает капитализм. Нет, подожди, а где насилие было? Нет, в иерархических структурах все держится всегда на насилии. Ну это ваш тезис, так сказать, ваша точка зрения. Но она не соответствует? Ну, хорошо. Она не соответствует, как показывает практику. Вообще, плохое национальное государство. Оно плохое не тем, что оно именно национальное. Оно плохое тем, что этой иерархической структурой оно походится на насилие государства. Как там Ленин любил говорить. Это аборат насилия. Подавление? Ну это полива. Важно состоит в том, что на самом деле это как бы истинное. она для всех государств, как правило, верна. А вот сетевой структуре, я просто выскажу, смысл сетевой структуры, такого аппарата не может быть, там возникнет вот именно чистая конкуренция, там кто успешный, кто фактически больше влияет, тот и выживает. Нет, ну я могу сказать, что у нас вот Аль-Каида, замечательный пример носительной сетевой структуры, так что нет, это как бы насилие, оно всегда есть в большей или меньшей степени, вот, Аль-Каида вот пример структуры, просто ставящей в главу угла насилия, поэтому это нет, а... Ну то есть, если на самом деле эта сетевая структура будет работать так же, как Аль-Каида, то тогда это просто движение катаклизма просто, значит... Нет, имеется в виду сетевая структура из глобальной элиты, да? Нет, просто факт состоит в чем? Факт состоит в том, что только то в жизни переживается и то становится прогрессивным, что именно отказывается от насилия, то есть... Это не факт. Ну как не факт? Ну вначале как бы как делился продукт, то сильнее, то ты прав. Потом почему-то подумали, что вообще-то вот те доходяги, вроде они тоже, они умнее, да, они придумывают всякие вроде как штучки, но это тоже неплохо кормили. Нет, сейчас, Вулак, смотри, и сейчас я про то, что, понимаешь, как бы сетевая структура, она не гарантирует, то же самое христиане, да, сколько они насилие провели даже в первые свои годы, то есть сетевая структура никогда не гарантирует, во-первых, от насилия внутри, не предохраняет в сети и вне, она только добавляет, она сильна не тем, что она отказывается от насилия, она сильна тем, что она децентрализованна и неуничтожима, пока как бы есть вот этот вот объединяющий элемент. Но у тебя сетевая структура, это на самом деле как бы синоним отдельного какого-то человека. А я говорю про сетевую структуру, где нет никакого центра. Вот, например, отдельные люди там, у них они поставили себе одну задачу, другие люди третью, там, ну, 10 задач каких-то поставили, но все эти задачи как-то пересекаются неведомо для этих людей. И каждый в своем месте выполняет некую функцию, которую даже он не знает, он не знает, как цель. То есть, на самом деле, если так вдуматься, как биологический организм устроен, каждая отдельная клетка, она работает в своем секторе. Она не знает, на самом деле, как организм работает и функционирует. Потому что у организма есть мозг, который там что-то думает, какие-то цели стоят и прочее. Так вот, я затопую сетевую структуру, которая как биологический организм. А ты, на самом деле, мыслишь сетевую структуру в смысле эротичности? Найдется какой-нибудь умный парень, который подчинит себе определенные условия. Послушай, послушай, смотри. Вот еще раз я вернусь к задаче. Просто мне кажется, что насильственные методы, это как раз пережиток этих эротических структур, где я всегда опираюсь на насилие. А на самом деле правильные вещи, допустим, как решать задачи? А задачи должны решаться политически, каким-то хитро-видеологическим способом, еще какими-то там непонятными движениями, экономическими. Нет, это все хорошо. Во-первых, всегда будут все структуры, все типы власти и все типы взаимоотношений, которые за человеческую историю были, включая каннибализм, они никогда не отмирают. Мы акты каннибализма даже сейчас можем встретить. Да, то есть они только теряют либо свою эффективность, либо масштаб. Поэтому здесь это и в следующих структурах, даже самые гадкие стороны предыдущих структур, они тоже будут использоваться в момент каких-то откатов, или нарушений, или будут считаться эффективными. Ну вот, например, есть такое явление в биологическом организме, просто аналогия между биологическим организмом, как сетью, и сетью, ну, в идее, там, социальной сетью и прочее, наблюдается то, что есть такое явление апоптос. Оно, да, отмирание тканей. Да, когда организм запускает, в приобретенных условиях, запускает свое уничтожение собственное. То есть фактически это же ведь нонсенс. Но тем не менее, почему-то в биологических структурах это норма. Почему бы и... Это хорошо, я бы с другой стороны хотел сказать, что не совсем, мне кажется, корректно проводить аналогию между организмом и людьми. Во-первых, в организме все ткани дифференцированы и отличаются друг от друга. Ну, ты же сам недавно говорил, что вот в этой стране нефтяная будет производить нефть. Зачем вам пшеницу сеть? Я не в господи. О, ну, давай, было плачтое такое. Я говорю про людей. Люди все одинаковые. Клетки в организме все разные. Клетки все имеют применение, как одинаковые. Нет, была, была, выбирай. Я как бы вот хочу действительно такого... Клетки одинаковые, точно так. Попадет это когда-нибудь куда-нибудь. Клетки как раз все разные.